Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами начинаем новый путь. Программы о нашем удивительном, красивом городе, но не в плане только истории, а в плане нашей ответственности и возможности молиться за наш город. И тем самым хочу сказать тем, кто живет не в Санкт-Петербурге, у вас также есть возможность молиться за свои города. И пусть этот путь, этот пример будет для вас сейчас показательным. Санкт-Петербург – это город очень красивый, удивительный и по своей истории, и по своему настоящему. В 1703 году царь Петр решил на бригах Невы построить город, который, как я уже как-то говорила, хотел назвать Андреевск, в связи с тем, что покровитель Руси являлся апостол Андрей. Но в то же время задачи, конечно, царя, они не были связаны с верой, с религиозностью. Он просто понимал, что у людей есть потребность, есть необходимость почитать кого-то, и в его сердце тоже могла иметь место эта составляющая почтения. Но в то же время задача, которую он видел, как царь, построить город, столицу, новую столицу на берегах Невы, как выход в Европу. Я думаю, что это как раз нам известно из истории еще школьной. Но то, что сегодня хочется вместе с вами просмотреть, это особенность нашего города в том, что она носит имя апостола Петра с Санкт-Петербург. И это изменение произошло в уме Петра после того, как он побывал в Голландии и захотел, чтобы люди, которые будут из разных вероисповеданий, из разных конфессий, смогли жить вместе так же мирно, как он видел сосуществующих жителей в Голландии, пока он обучался корабельному делу. И поэтому, возвращаясь, он решил назвать именем уже не апостола Андрея, не Андреевск город, а Петр, тот, который был покровителем Рима. И поэтому начинается строительство нашего города с такого острова, который сейчас известен как Петропавловский остров или Петропавловская крепость. Но раньше он был Зайчий остров. И на самом деле там были зайцы, это было такое место волосистое, зеленое, как лесной массив. Но почему с острова? Почему с небольшой площадки? Конечно, Петр был стратег, и поэтому закладывался сначала город как крепость. И более того, в Петропавловске, или как мы сейчас называем крепость, да, Петропавловская, есть собор Петра и Павла, но есть также и первая тюрьма, которая в этом городе была, и казематы, и сама тюрьма, за всю ее историю не убежал ни один заключенный. И вы знаете, это удивительное сочетание, на мой взгляд, на небольшом острове тюрьма и церковь. Это так, как происходит сегодня в жизни, друзья. Если человек не пришел под покров Божий, он остается в тюрьме. Если же он остался в тюрьме, он из нее никогда не убежит. Есть только тот, кто может реально вывести человека. Это сам творец неба и земли. И наш город в 1703 году был заложен на острове, что мы сейчас называем Петропавловская крепость, а раньше Зайчий остров. Я хочу вместе с вами сегодня помолиться об этом, потому что есть удивительные права и возможности. Благословением праведных город возвышается. И так, как нашему городу день рождения, а в день рождения можно высвобождать хорошие, сильные, мощные благословения. И поэтому 27 мая день рождения нашего города, и, как вы уже поняли, ему 313 лет в этом году. И мы благословляем с этой непростой датой, но в то же время очень хорошей, потому что очень много неправильных слов сказано о числе 13, а на самом деле это число любви, это число учеников и Иисуса вместе. Это 13 глава Коринфянам, где идет речь о любви, что любовь не ищет своего, любовь не завидует, не превозносится. И поэтому хочу благословить город наш любовью небес, благословить город возвышением над всеми обстоятельствами, над всякой безнравственностью, над всем тем, что сегодня порабощает многих людей, чтобы Санкт-Петербург, он как духовная столица мог состояться во всех ипостасях, во всех вариантах своего влияния, не только здесь, но и за пределами города. Поэтому хочу вместе с вами сейчас помолиться о нашем городе. Господь, я благодарю Тебя за удивительный город, в котором Ты дал нам жить. Я благодарю Тебя за ту ответственность, которую Ты положил на жителей города в освобождать благословение, потому что на самом деле благословением праведников город возвышается. И мы те праведники, которые получили эту праведность не по собственным делам и заслугам, а потому что Ты ввел нас в Твою праведность. И мы говорим, Санкт-Петербург, Ты город белых ночей. Санкт-Петербург, Ты город, открытый для Божьих благословений. И всякое проклятие, которое приходило за период истории через бандитизм, через протесты, революции, разрушения, войны, голод и блокаду во имя Иисуса Христа. Пусть все это навсегда будет аннулировано в атмосфере, в истории. И унесено отсюда силы ветра, Твоего дыхания и Твоей безопасности. Я благодарю Тебя, Господь, что мы можем благословлять город, который мы любим. Мы можем благословлять и утверждать, что то, что Ты однажды сказал, и другим городам благовествовать я должен, пусть Твоя весть благая пройдет по улицам, по площадям, по домам, по семьям в этом городе. И я благословляю Тебя, Санкт-Петербург, возвышение Тебе. Поднимайся, поднимайся город, поднимайся как единый монолит, как одно сердце. Поднимайся как народ, который знает Бога своего, который встает от всяких забот, встает от беспечия, встает от всего того, что мешает подняться над обстоятельствами. Санкт-Петербург, будь благословен, поздравляем Тебя с Днем Рождения, входи в полноту любви Божьей и дари любовь людям, где бы они ни находились. Приезжают ли они в этот город, проходят ли они через него или живут в нем. Во имя Иисуса Христа благословляем, благословляем город на возвышение, благословляем город на безопасность, благословляем город на покров, благословляем город на платформу божественных деяний для всех людей, кто когда-либо сюда ступит. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. Благословляю вас. Живите в этом городе счастливо. А кто сюда приезжает, получите здесь множество добрых эмоций и благословений. Всего доброго. До новых встреч. С праздником вас. Субтитры подогнал «Симон»